Вечер добрый! Вы слушаете свое радио и, как обычно, с понедельника по пятницу в прямом эфире с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, волнующиеся немножко, само собой, естественно. Мы с ними живенько беседуем, музыку они нам играют, мы радуемся тому, как они это делают. Замечательно, чаще так, гораздо чаще радуемся, правда? Так что не напрягайтесь. Уверен, все будет хорошо. Если вы здесь, это уже говорит о том, что вы хороши. С нашей точки зрения, будем надеяться, что и с точки зрения аудитории. У нас есть традиция добрая, надеюсь, прежде чем представить коллектив поименно, мы слушаем что-либо из их творчества. Ну, в некотором смысле, музыкальная заявка для тех, кто не очень в курсе того, что делает этот коллектив в принципе. Итак, живой звук в программе «Живые». Поехали! 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 Время спиралями И уносит границам сознания Холодный ветер Холодный ветер Ветер мой, парус подними Давай надеждай, благослови Я усею твой путь Золотой упорчой Где-то внутри меня Говорит огонь, будешь мой А кольцованы пальцы пять колец Завершается день туманом Уходит в лес Уходит в лес Оставляя дождю одиночество Забирая у ветра свободу Дороги к дому Дороги к дому Ветер мой, парус подними Ветер мой, парус подними Новой надеждой, благослови Я усею твой путь Золотой упорчой Где-то внутри меня Говорит огонь, будешь мой Дороги к дому ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер мой, парус подними Давай надеждой благослови Я взяю твой путь золотой упорчой Где-то внутри меня Говорит огонь, будешь мой Ветер мой, парус подними И я думаю, мы в этом будем убеждаться Сегодня в течение двух часов Которые пролетят как одно мгновение Так что готовьтесь к хорошему, доброму, теплому Светлому музыкальному вечеру Дмитрий Мирошниченко, вокал-гитара, автор Группы Дом Ветров Правильно? Совершенно верно Если можешь, Дим, чуть ближе к микрофону Да потяни его к себе Не ты для него, он для тебя Всем привет! Ай-яй, как хорошо тебя слышно Замечательно Скрипка Ольга Петрова Можно к микрофончику разочек-то подойти Вот он А вот он прямо здесь Поздороваться просто Привет! Вот Такая удивленная такая Зачем к микрофону ходить? Ну, чтобы голос слышали Кроме скрипки-то и тебя тоже Клавишный Татьяна Курилович Получится? Получится Молодец Добрый вечер Вот, очарование Очарование Бас-гитара Сергей Трэвис Здрасте 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 Бас-гитара, я сказал уже Да, собственно говоря Секундочку У меня почему-то нет А, вот, Ник Ник Беляев Правильно? Можно сюда к микрофон? Ну, вот к этому, который горит Всем привет! Мы с вами Да, я уже стерялся почему-то Немножко в другой строчке Ну, и теперь человек, у которого Свой собственный микрофон Свой собственный домик Своя собственная кухня Барабанщик коллектива Анатолий Левитин Привет, добрый вечер Добрый Вот это и есть коллектив Под названием Дом Ветров Группа На которую я, например, возлагаю Очень большие надежды Мне кажется Сегодня те, кто не знает Вашего творчества Получат сатисфакцию абсолютную И уйдут от эфира Взбудораженными Восхищенными Возбужденными С вопросом Где взять эти песни Где купить их альбомы Ну, почему-то мне так кажется Уж не знаю Как сложится Не будем загадывать Но есть у меня почему-то Такое предположение Как с нами связываться, друзья мои? Все очень просто СМС-портал 4647 Там пишите свои В виде префикса Делайте пробел А далее уже все Что касается Ваших желаний Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции Это могут быть впечатления Делитесь всем Что у вас Накипело Нагорело Группа ВКонтакте Группа официальная Своего радио Там тоже все понятно Анонс уже давно лежит И группа Дом Ветров Выделена синим Значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе Становясь участниками которого Получаете всю информацию В первую очередь Это значит и концерты И ближайшие мероприятия И альбомы Которые выпускает коллектив Вы об этом будете знать первыми По-моему это ценно Видео Вы можете смотреть на все Что происходит в этой студии Вам достаточно зайти на сайт Своего радио Своего радио.фм А там сверху Увидите плеер В котором слева Онлайн аудио Справа онлайн видео Нажимая на кнопочку Онлайн видео Вы оказываетесь в картинке Которую представляет Планета.ру Замечательная Кроудфайдинговая платформа Планета.ру Там и картинка И помимо всего чат В котором тоже можно отписываться По-моему все очевидно Понятно Но иной раз люди мне пишут в личку Никак не могу понять Как смотреть Как еще более четко И понятно объяснять Я не знаю Давайте начнем У вас с чего Сколько 10 лет по-моему Да существует группа Да 10 лет команде В этом году 10 лет назад мы начали Первая пластинка У нас появилась Когда группе Было уже 4 года Вот Тогда был другой состав Музыкантов Вот Сейчас вот На протяжении Это была вторая Такая наша важная Отправная точка Вот И начиная с этого момента Состав практически не менялся Вот Наконец-то мы встретили Очень комфортно Работать со всеми людьми Ребята Я вас очень люблю А часто ли он это говорит вам Скажите Несколько раз Ну вот видите как Значит Не зря пришли хотя бы На живых Хотя бы это услышать Спасибо Дим Почему-то отзывается Барабанщик Ну это ценно от него Потому что у него отдельный микрофон Именно так У вас-то уже Можно приподняться И поговорить Микрофоны включены Мне очень понравился Пресс-релиз ваш Ну как минимум Объяснение того Кто вы есть Группа Дом Ветров Это экипаж Метафизического Пиратского корабля Который путешествует По неким мирам Ввязываясь в разные Авантюры И приключения Собирая Сказки И истории Ну так и есть Кто это писал Это писалось Дело в том Что когда мы Выпускали первую пластинку Наша первая программа В ней было довольно много Пиратской тематики И когда Мы решали о том Как будет выглядеть Наш альбом Мы придумали Вот этот корабль Собственно Вот И художник Московский известный Лео Хао Который рисует Ну это известный Очень человек Вот И мы ему показали Эту идею Ему очень понравилась Сама как бы тема И таким образом Нарисовался этот такой Стимпанковый корабль Если можно выразиться Так Сначала произошел корабль А потом произошла легенда Легенда какая А вот эта легенда Вот эта да Ага То есть вы уже отталкивались От того что собственно говоря Родилось Вы не придумывали ничего заранее Но стимпанк Это редкий случай Есть группа стимфония например Да мы знаем Знакомые Большие друзья Филиппу большой привет Но они немножко по другому звучат Ну да У каждого вероятно свое видение А как тогда вы определяете Что это стимпанк Вы знаете Дело в том что мне кажется Стимпанк это больше такая Ну не музыкальная все таки сфера Это больше Такая сфера арта Вот Поэтому мне кажется Что никто точно не знает Как выглядит Что это такое Как может выглядеть музыка В стиле стимпанк В общем загадочно И в принципе неопределенно Играем И называем как Но с другой стороны Всякие ярлыки И жетончики Да мы не навешиваем Это делает Пускай журналист Которые определяют стиль музыки Мы ее просто слушаем Получаем от этого удовольствие Как называлась первая вещь Первая композиция Называлась огонь Она с первой пластинки соответственно А у вас их всего две пока Да пластинки На данный момент всего две Но вот третья пластинка Она уже практически на выходе То есть мы работаем И я думаю Что до конца года Мы представим Что-то уже законченное Будем ждать Ждать с нетерпением Когда у вас появится Следующая ваша пластинка Давайте петь Что это будет? Будет композиция Птица весна С второй пластинки Как называется вторая? Вторая пластинка Называется китобой Вот И собственно Композиция оттуда Окей Как всегда живые звук Программе «Живые» Здесь сегодня Дом ветров Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Птицы филины Руки с крыльями Рассвет пыльными Дорогами трав Дела темные Огню покорные Со мной и змеями Сидят на руках Зима тянется Узел затянется Кожа румянится Как кровь на губах Где рва прошлые Всего хорошего Я буду сожженным Рассветом в горах Смотри Это новый день Тебе Возвращает тень Летит На вгоране Все птица весна Во тьме Крадущись Тебе обрадуюсь Летящий рядом путь Стрелой в облака Крыло порвано Да голос взорванный Да сны воронами На пропадах Дорог Заплету в кольцо Винок Тенью на лицо Прыжок Сквозь огня кольцо Птица весна Дорога 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 Снимая Нома Снимая Вторая песня в десяточку. Сколько их сегодня будет, таких, которые попадают прям в самую лузу. Кто родил коллектив, скажи? Ну, коллектив начался с меня. Дело в том, что в далекие те годы я приехал в город Красногорск, куда приехал просто, ну, скажем так, в гости к своим хорошим друзьям. И в процессе общения я познакомился с ребятами. Там тогда был рок-клуб. Был и есть в Красногорске дом пионеров, в котором был рок-клуб. И, соответственно, там происходила невероятная движуха. И я познакомился с ребятами, которые сказали, давай сделаем проект такой. Мы начали репетировать через какое-то время. Но это был первый состав группы. Я ребятам передаю большой привет. Это Миша Галузин, Дима Матафонов. Я вас помню. Приходите к нам. Всегда очень приятно, когда... Мы не часто видимся, но это замечательно было время. И было клево. Хорошо. Ты единственный из того состава, получается? Да. Потом уже набираю... А как получилось так, что... Так получилось, что когда мы просто, ну, для многих, как бы это не секрет, и для... Очень часто так бывает, что ребята собираются, начинают играть музыку. Вот. И в какой-то момент, когда доходит дело уже до концертов, да, до чего... Ну, были, честно говоря, мне не хотелось бы этого озвучивать, но, я скажу правду, были проблемы с алкоголем, вот. В общем-то, у всех участников команды, вот. Ты и себя имеешь в виду. Да. Честный. Круто. Вот. Ну, и, в общем, как-то так. Кто-то смог с этим справиться, кто-то нет. Ну, походу, из того состава ты единственный, кто смог с этим справиться. Ну, да. Ну, в общем, это достойно. Во-первых, достойный факт того, что ты это признаешь. Это первое. Во-вторых, достойно, что ты сумел с этим справиться. Хотя кто из этого первично, наверное, даже, наверное, важнее, что сумел с этим справиться, это круто, не смог бы, не было бы группы такой замечательной. Ну, вероятно. И, кстати, сказать, вот сегодня вам... Когда вам 10 лет исполняется? Нам исполняется весной. Ну, вот. Весной. Вот как раз, да. Я точно уже не помню, поскольку все было как в тумане. Вот, но конец марта, наверное, начало апреля. Примерно в это же время, да. По сути дела, сегодня вы отмечаете десятилетие коллектива. Практически, да. Я хочу сказать, что всех приглашаю на концерт. У нас будет большой концерт 26 апреля в клубе «Театр». Ребята, девчата, все приходите, всех будем рады видеть. Вот, собственно, и отметим. Так сказать. Ну, без алкоголя. Ну, это же кто как. Подожди. Нет, я нет, я нет. Ай, браво. Кстати, да, моя теория, я ее как-то уже выдвинув, даже, наверное, подтверждение для себя находил, что коллектив, который преодолел десяточку, это уже тот самый, если через 10 лет он состоялся, если он звучит, если их музыка интересна, то вот это тот момент, с которого группа начинает подниматься в своей известности. И тому подтверждение, во-первых, группа у вас немаленькая в «Контакте», достаточно приличная, хотя мне бы хотелось видеть другие цифры, поэтому вступайте в их сообщество. Пожалуйста, давайте сделаем все возможное, чтобы и группа выросла, имея в виду сообщество в «Контакте», паблик. Ну и, как мне думается, я просто читал уже от ваших поклонников сообщения, которые тут в группе пишут, хорошие они у вас, замечательные, они у вас правильные. Лучше всех. Они у вас очень правильные. По крайней мере, я так, пробежавшись глазами, понимаю, что это люди, которые за вас, называется, и в огонь и в воду, и глотки перегрызут всем остальным. При этом они не категоричны. Тут я видел просто такие дебаты. Кто-то говорит, что вот такая группа, такая, и кто-то из ваших поклонников ответил, нет, ну тоже ничего, но это дело вкуса. Бывают, когда несостоявшиеся еще пока люди по своему внутреннему психологическому взрослению начинают отстаивать свой коллектив через... Ну, не могу в эфире употреблять эти слова, через которые они это делают. Это всегда пугает и напрягает. Ты думаешь, что же за группа-то придет? Чего они такие все агрессивные-то у них? Здесь нет. Ваша аудитория очень правильная. Как минимум мне показалось. Разные люди абсолютно, на самом деле. Спасибо, ребята. Всех любим. Как вам забавно. Есть люди скромные по жизни, и очень бывает иногда, я бы сказал так, забавно наблюдать, как человек стесняется, как ему неловко. Все нормально? Все прекрасно? Все отлично. Вам нечего стесняться? Вы делаете замечательное дело. И музыка у вас совершенно роскошная. Я почитаю сейчас из того, что пишут. Вот, например, Евгений Якубишин. Ну, как же трудно латинице-то, ребят. Чего вы так по-русски не можете себе писать, кириллицы? Ух, с первых нот понравилось. Очень интересно. Никогда не слышал. Удивительно, ведь группа-то не молодая, в своем стиле. Будем слушать, что дальше. Спасибо, Жень. В этой связи вопрос. Десять лет, ну и действительно, пора как-то себя уже раскручивать через интернет, через паблики, через какие-то продвижения. Ну, у нас вот наша группа ВКонтакте, она как бы замечательна, в общем-то, своими небольшими цифрами. И для нас она замечательна тем, что там все люди реальные. То есть мы не пользовались никогда какими-то специальными программами для привлечения людей. Это была принципиальная позиция. И, собственно, вот за это время, как бы, да, мы недавно совсем начали, собственно, ну, социальная сеть ВКонтакте появилась не так давно. Вот, и поэтому... Семь лет уж как. Вроде бы. Да? Но время летит, ты не замечаешь. Ну, может быть. Или, возможно, когда она появилась, ты тоже был не в том состоянии? Ну, вероятно. Уже в том, уже в том был. Да? Да, уже нормально. Вот. Ну, в общем, люди все реальные, как бы, и это здорово, что народ приходит, как бы. Мы в основном больше концерты играем. То есть народ очень классный, когда на каждом концерте ты видишь новых людей. Причем люди приходят компаниями, как бы, это здорово. То есть, ну, это видно. То есть приводят своих. Да. Своих друзей, которых присаживают на вашу музыку. Нет, ну, когда музыка драйвовая, когда музыка качественная, и когда даже вот ваш инструментальный состав лично меня очень греет. Скрипка, клавиши. Ну, гитара, бас, понятно, это традиционная история. Но наличие этих инструментов уже говорит о том, что вы, люди, ищущие что-то, ну, может быть, совсем традиционно, не совсем обычное. Ну, наверное. Это клево. Это клево. Давайте дальше петь. Прежде чем... Следующая композиция, да, будет «Снег». Называется она. Вот песня «Медленная, печальная». Хорошо. Иногда и это хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Дом Ветров. Поехали. Дом Ветров. Под колючим снегом, измождённым бегом, на спине охоту мыся. Смерть не так ужасна, снег окрасит красным. Может, это волчья кровь, а может, заря. Последний рассвет. В глазах дикого зверя отражается свет. Замедляется время, этот снег. Тем не менее, дождь плакала небо. Тем не менее, дождь забывали ветра в пустоте. Ты однажды придёшь туда, где никто больше не был. Тем не менее. Знаешь, так бывает, время всё меняет. Потеряв надежды. Потеряв надежды, впадаешь в испуг. На исходе лета сталью пистолета. Нажимай курок. Нажимай курок и замкни этот круг. Последний рассвет. Миллионами красок отразится в зрачке. А затем мир погаснет этот снег. Тем не менее, дождь плакала небо. Тем не менее, дождь забывали ветра в пустоте. Ты однажды придёшь туда, где никто больше не был. Тем не менее, дождь забывали ветра в пустоте. Круто! Слушай, а кто пишет тексты? Ну, тексты я пишу. У нас есть две песенки, которые написаны не мной. Это одна из них. Это песня на стихи Марии Семёновой из книжки про Волкодава. Называется она «Сага о наёмниках». Просто понравились стихи. То есть нет никакой специальной истории. Просто красивая история самая красивая. И вторая песня, мы её исполним сегодня. Мы обе их исполним. Вторая песня называется «Морская». Она написана на стихи Александра Городницкого. Это известный очень, да, тот самый, тот самый. Подожди секундочку. В вашем творчестве Городницкий? Да. Я как-то с трудом понимаю, как можно связать одно с другим. Ну, сейчас услышать. Но с другим. Не-не-не, даже любопытно. Вот. Дело в том, что я песню-то не знал, что автор Городницкий. Я услышал просто эту песню. Где-то на природе народ просто пел. И очень долго искали мы, ну, какие-то контакты. То есть кто вообще автор этой композиции. Вот потом нашли, вот, связались с Александром, как бы, и я к нему приехал. Он тогда и сейчас, по-моему, работает в Институте океанологии и океанографии. Вот. И написал эту песню он в далеких очень годах. Когда на парусном судне Иван Федорович Крузенштерн, они пересекали экватор. Он был в экспедиции. Вот. То есть, помимо всего прочего, то, что он там пишет музыку, он еще и ученый. Вот. Я об этом, честно говоря, просто не знал на тот момент. Вот. И он написал эту песню такую. Морская история. Вот. И, собственно, я к нему приехал и сказал, вот, мы вот очень хотим. Можно ли нам? Он говорит, да не вопрос, ребята, ради Бога. И так родилась эта песня. Так родилась эта песня. А музыка чья? Музыка наша. Музыку мы пишем все вместе. То есть обычно, ну, у многих коллективов как бы так, и мы не исключение. Не-не, но кто-то рыбу-то придумывает. Рыбу придумываю я. Вот. Либо же иногда бывает, что рыбу придумывают. Вот, например, у нас новая песенка одна, которая будет на новом альбоме. То есть ее написал Никита. Например, вот. Такая ни одна не надо. Так. Морская, кстати, морская. Не переуменьшай, пожалуйста. Кстати, морская, кстати, им тоже придумаю музыка. То есть он приехал ко мне, я помню, в гости, и мы что-то сидели-сидели. Ты ко мне приехал. Что-то ты все путаешь. По-моему, мы у меня ее придумывали. У меня это дома было, да. Вот. И, собственно, ну, в моем, в моих воспоминаниях это было у меня дома, но неважно, на самом деле. В принципе, да. Да, и в принципе не делали. Вот. Просто был текст, когда я говорю, вот смотри, такая штука есть, такая мелодия, как бы, да. То есть и вот мы сделали. Смотри, что пишет народ. Дмитрий Шабанов, например. Классный вокал на уровне. Респект вокалисту. Вот Андрей Архипов. Слов нет. Мурашки и те шевелиться перестали. Джейн Сомова пишет, это один сплошной восторг. Спасибо, ребята. Станислав Павлов, например, надо послушать эту группу довольно-таки неплохо. Ну, Станислав, видимо, человек очень требовательный. Поэтому то, что он услышал, довольно-таки неплохо. Илья Тиняков пишет, сквозные мурашки бегут по коже. Сквозные. Что такое сквозные? Сквозные. Мне тоже хотелось бы понять, что это такое. Видимо, это те, которые прошибают от начала до конца, то есть снизу вверх. Евгений Якубишин, который уже писал классно, 100% открытие у меня сегодня. Вопрос такой, были ли у группы большие гастроли? Если да, то куда приезжали с концертами? Больших гастролей у нас не было. У нас в основном были такие разовые нападения на различные города и регионы. Самый дальний город, в котором мы были, это город Пермь. Казань поближе, наверное. Мы перманентно выезжаем в гастроли, но таких вот прямо больших туров у группы не было. То есть, ну, да. Будут. Будем надеяться. Ну, я почему-то уверен, что будут. Вы вообще как к фестивалям относитесь, скажите? Вы знаете, очень позитивно. Мы некоторое количество лет были постоянными участниками фестиваля «Мото Ярославец». Вот в одном, в один из годов мы закрывали программу фестиваля. То есть, там у нас был салют и так далее. Вот. Мы очень позитивно смотрим на любые фестивали. А вот, например, фестиваль «Быть добру». Вы знаете такой фестиваль? Да, знаем такой фестиваль. Он у нас будет через пару месяцев, этот фестиваль. Я сейчас сообщу об этом впервые, кстати сказать, и вам, и аудитории. На этом фестивале у своего радио будет своя локация. То есть, своя сцена. Отлично. Большая сцена, на которую мы соберем артистов, тех, которых сочтем нужными. Вот, если бы я официально пригласил вас на эту сцену. Мы бы с удовольствием, с огромным бы вообще. Хорошо, примите приглашение. Принимается приглашение. Спасибо, Семен. Я думаю, что народ вы поднимете на этом фестивале. Более того, там будет и стимфония тоже. Вот вам такой вот, можно блочок стимпанка замыть. Мне лично очень нравится такой поворот. Ну что, петь будем? Да. Следующая композиция «В темноте». Нет, ну свет мы гасить не будем. Это принципиально. У нас видео. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Дом ветров. Поехали. В который день идёт дождь, Вода на стёклах. Но в хороводе ночей она приходит туда, Где закрывают свет стёкла больших площадей. Она строга, словно сталь, В броне из чёрного шёлка. А в кармане огонь, Она дождётся его. Но только они вместе не поедут домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он выйдет из дому в семь, Потом немного в такси, Потом немного пешком. Но если мне не веришь, Спроси. Он хоть убей, не знает, Где её дом. Он молчалив и безумен. Этот странный поэт, Что вечера и теня тогда, Гвозами не выносящими Солнечный свет. Он ищет её, как я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Круто. Вот тот самый случай, Когда хочется говорить комплименты всё время. Даже по ходу исполнения произведения. Аранжировки чьи? Общие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот то, что вы делаете, это вы делаете в такой, ну скажем, кулуарной атмосфере, Собственного, личного погружения в музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гениально! Кстати, за звук, который слышите сегодня все, я имею в виду аудиторию своего радио, Надо сказать спасибо Ильde Каленкову сегодня. Он за звук режиссерским культом. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне очень понравилась реплика ещё до эфира, После чека, когда музыканты вышли в редакторскую, и друг дружке стали сообщать о том, что всё слышно. это так удивительно. Да, у нас ложатся нельзя, это правда, потому что часто бывало после эфира музыканты, выходя, вокалисту сообщали, что в первый раз в жизни услышали тексты писания. На сцене-то обычно там все грохочет, и что поют, непонятно. И совершенно не обязательно даже знать. Надо, главное, попадать в ритм. Здесь нет, здесь любая лажа будет слышна. Чем и цена программы живые для тех, кто слушает эфир, это как раз пониманием того, как играют музыканты, как они это умеют делать. У вас с этим все в порядке? Есть у кого-то музыка? Так, ну струнников и клавишников, клавишниц мы не трогаем, у них есть музыкальное образование, это всегда так, как у духовиков обычно, а вот гитариста, басиста нет, понял. Гитариста Ник? Музыкалка. А все-таки есть музыкалка. А, так и так. Ну все же есть музыкальное образование. Что касается барабанщикам, нету музыкального образования. И что касается тебя? Тоже нет. Тоже нет. Но это не мешает тебе петь. Кстати, а что касаемо голоса, ставил его с кем-то из педагогов? Нет. Чего, от природы такой? Я, ну, какое-то время у меня была замечательная и есть подружка, Юлька Вильданова, я ей передаю огромный привет, она мне очень помогла, потому что на тот момент у меня были серьезные очень проблемы, вот, и всем рекомендую, потому что, ну, реально человек меня вытащил из такого, как бы. Вот. То есть, вот это, наверное, единственное было. А так ты от природы такой голосистый. Да я бы не сказал, что я голосистый. Нет, да. Ну, например, еще более скромный от природы. Хорошо. Почитаем, что пишет народ. Вот тут есть сообщение, которое я не могу не прочитать. От Александра Воронкова. Так проникновенно, что хочется от души восхищенно выматериться. Ну, это почему бы и нет. Как такая оценочка? От Алексея, например, Пожидаева. Это первая группа за последние 10 лет, услышав песни, которая реально запал на их творчество. Стараюсь посещать все концерты. От души вам спасибо. Давай-ка еще напомним о концерте, который будет 26-го уже. 26-го, да, 26-го апреля. Клуб-театр в Москве. Ребята, приезжайте. Во сколько? Приходите. Начало в 7 вечера. 7, 7. Вот. Приходите. Будет интересно. Мы сыграем, помимо всего прочего, то есть основного материала. Мы сыграем еще новую программу, то есть композиции из новой программы. И сейчас не хочу сглазить, но тем не менее об этом скажу, что очень полным ходом идет работа над тем, чтобы перед концертом новые композиции, которые прозвучат, то есть либо в день концерта мы их выложим, либо перед, либо чуть-чуть после. То есть, ну, они уже записываются сейчас, в настоящее время. То есть это композиции из третьего альбома. Да, да, да. Мы решили, что мы не будем затягивать и как бы это самое презентуем. Да, может, это не очень хорошо. Да почему нет? Ну, смотри, когда, допустим, часто так бывает, песня выложена, я сейчас советов не даю, боже упаси, песня выложена, ее уже знают, потом облака выкладывается вторая, третья, ну, потому что хочется, чтобы народ это знал. В итоге собирается альбом, вы радостно везде презентуете этот альбом, вот мы создали альбом, мы его выпустили, люди его слушают, а песню уже все знают. Нет-нет-нет, так не будет, так не будет. То есть самые такие хиты мы держим при себе. Все-таки жадничаете, да? Ну, немножко, наверное. Ну, хорошо. Антон Прокофьев вот что написал. Я не знал, что это они. Когда увидел анонс, совершенно не узнал. А как услышал голос, так сразу. Уже два года, как на плеере. Прикольно. Это они! Это они. Ну, это тоже такая частая история бывает, когда люди, в принципе, знают песни, но не знают, кто поет. А потом так, хоп, и в голове случается такое интересное сочетание, слияние, да, одного знания с другим. Кошку и дракона в студию, пожалуйста. Будет. Или она была, я, возможно, пропустил. Нет, нет, кошка будет. Это ваши поклонники, которые знают ваше творчество. Не так часто услышишь такой оригинальный хард-рок. Четкий, ритмичный и последовательный. Скрипка только придает фольклорной остроты. Жаль, у гитариста мало сольных проигрышей. Александр Цыпленков. Все будет, все будет. Так что ждите. Будет и соло на гитаре в обязательном порядке. Владимир Дроздов пишет. Вот за что люблю живых, так это за то, что благодаря им я открываю массу замечательных разноплановых коллективов, а будучи меломаном, я постоянно ищу новых музыкальных ощущений. Так вот, Дом ветров — это как раз то, что я давно искал. Участники просто молодцы, делают замечательную музыку так держать. Спасибо большое. Ну, слушай, елея столько, что мне самому даже как-то уже неловко стало. Короче так, у нас часто бывает, что музыканты сами говорят, может, какую-нибудь критику кто-нибудь скажет, что-нибудь грязненькое, в конце концов. Анатолий. Почему, Анатолий? Я прослушаю. Критик персонажей. Я прослушаю. Да, просто по критике это ясно. Да, он у нас. Я и Беляев иногда, Ник. Понятно. Но это касаемо репетиций. Ну, я к тому, что я призываю сейчас в аудиторию, может быть, немножко что-нибудь обнаружить, что-нибудь такое, за что можно было бы фи сказать. Ну, мало ли, вдруг такое тоже есть. Это всё скрыто от глаз. Хорошо. Всё фи. Хорошо, значит, вы умеете это делать. Это клёво. Ну что, давайте петь. Дальше будем петь. Композиция, которую сейчас исполним, как раз и называется «Та самая морская» на стихи Городницкого. Вот, наконец. Та самая, да. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Дом Ветров. Поехали. Дом Ветров. Поехали. Поехали. Крепче пари, бежи узлы Беда идет по бедам Вода и ветер сегодня злый И золков черт, капитан Нет сегодня пути назад Как нет цвета за горной Никто не сможет тебе сказать Когда ты вернешься домой Не верь подругам, а верь вино Не жди от женщин добра Сегодня вспомнить ей недавно Того, что было вчера За длинный стол закри друзей И песню громко за спой И что от зависти сдохнуть ей Когда ты вернешься домой Нет сегодня пути назад Как нет цвета за горной Никто не сможет тебе сказать Когда ты вернешься домой Не плачь, моряк, о чужой земле Чтоб читься мимо борту Пускай ладони твои взмоли Без пятен сердце замкнули Лицо укутав холодный дым Водой соленой умой И снова будешь ты молодым Когда ты вернешься домой Нет сегодня пути назад Как нет цвета за горной Никто не сможет тебе сказать Когда ты вернешься домой Ну, не хочу я, конечно, обижать Более чем огромную армию музыкантов Приходивших в эту студию Но так, чтобы так народ цепляло Это редкий случай Редкий Потому как, читая то, что сейчас пишут Слушаю и одновременно читаю И я понимаю, что сегодня Вы отсюда уйдете залюбленные Зацелованные буквально во все места Творческие, подчеркиваю, места Вот Андрей Архип пишет Ну, не хотели критики Так, ну, хотели критики Тогда вопрос Почему все про море и корабли? А как же поля, реки, леса, луна? И так далее А критики как таковой не будет Все мега профессионально Вкусно до полумертвых мурашек Каково? Мурашки сегодня Это отдельный персонаж Фигурирующий Это мем эфира сегодня Мурашки Алексей Новиков пишет Вот что Группу не знал раньше, но нравится И буду знакомиться дальше Практически крик души Пишет он Обычно не имею возможности Слушать живых в эфирное время Но стараюсь не пропустить Ни одной программы Обязательно качаю подкасты Сейчас пропустил две недели Теперь слушаю по двое эфира в день В рабочее время И на каждой перекличке С грустью осознаю Что это записи Я не могу ничего написать У нас просто есть такая фишка А, ну знаете, да нет? Просто когда-то мы однажды это сделали Потом народу дико понравилось И всякий раз Когда я прошу Сейчас пока не прошу Не прошу пока Но Когда прошу назвать город Из которого они слушают эфир Люди просто пишут город И мы таким образом Составляем некую географию Географию эфира Кто-то мне уже говорил Да вы повесьте карту Там поставьте В принципе нам глобус Тогда нужно поставить Слушают на всем шарике Но любопытно каждый эфир Кто и где Так вот Вот он что пишет Дальше-то Значит На каждой перекличке С грустью осознаю Что это записи Я не могу ничего написать Программа буквально стала Неотъемлемой частью моей жизни Спасибо За любимое радио Ваш постоянный слушатель Из города Кармиэль, Израиль Прикольно То есть мы теперь знаем Что нас слушает И там А человек не имел возможности В эфире В онлайне Написать откуп Спасибо большое Очень классная команда Первый раз их услышал Именно та музыка Которую слушал я лет Пять-шесть тому назад Очередное спасибо Всем своим Максим Нитбальский Например пишет Спасибо вам ребята За то что вы есть И каждому в отдельности Душа есть музыка Музыка есть ангел Идущий рядом с каждым Из нас Сильно Это стихи практически В общем Можно даже песню продолжить Попробовать написать На эту реплику По-моему красиво Вот что мне сейчас Почему-то стало Интересно Ну ладно Концерты вы даете Периодически Я так понимаю Ну да Как часто Ну в среднем Мы стараемся играть В три месяца Два концерта Стараетесь Или так получается Иногда бывает Что чуть больше перерыв Но это специально Перед каким-то событием Как пригласят Вот То есть мы В общем-то То есть у нас Ну Наш концертный год Да Он такой Как учебный В общем-то То есть с сентября По май Примерно Вот И в это время Мы стараемся С периодичностью Как бы То есть ну Даем концерты Вот И есть у нас Две традиции То есть два традиционных мероприятия Это пиратский новый год Фестиваль Который мы придумали Вот в этом году Был 10 лет Вот в декабре Начинался Просто Такой концерт С празднованием Моего день рождения Поскольку я декабрьский Товарищ Вот А потом Просто это выросло В ежегодное Такое мероприятие Вот И Вот уже второй год В этом году Будем делать Закрытие сезона То есть концертного Это конец мая Начало июня Вот Традиционный тоже концерт Проходит в клубе Мецофорта Так что Всех приходите Ну будет еще раньше Конечно Мероприятие Более значимое Это какое? 10 лет команде Группе Дом ветров Всех приглашаем Вот И конечно же Вас Семен Мы приглашаем В первую очередь Вот И всю аудиторию Собственно Ребята Приходите 26 апреля В клубе Театр На Старой Басманной Состоится Наш День рожденческий Наш концерт Ну я думаю Народ Народ Должно прийти Много Особенно По сегодняшним эфирам Семен Пишет человек В чате Попка 198589 Ник у него Такой Спросите Пожалуйста У гитариста Максим Так написано В скобочках Почему-то Я не знаю Почему он Не отдает Мне мой ЗАЗ 968М Запорожец Объяснитесь Почему Максим А не Ник Почему ЗАЗ 968 Ну наверное Либо это Кто-то из друзей Прикалывается Но У меня к сожалению Не было ЗАЗа Всегда хотел его Лет 15 Но почему-то Только с мотоциклами Срослось Интересно Хороший прикол Такой интересный Ник у нас Игрок в азартные игры Спрашивает Wildcat Багира Извини По-любому игрок В азартные игры Страннейшие вопросы Нет К сожалению А может и к счастью Ну вот Я никогда не увлекался ЗАЗ Народ что пишет То и пишет Пиратская мать Спрашивает Что ржете-то Это кто-то из своих Нет Мы не знаем Привет Дом Ветров Планируете ли набег На Черноморское побережье В этом году Планируем А как получится Одному богу известно Ну то есть Вы туда периодически Я так понимаю Нет еще ни разу Но планируем А но планируем Но планируем Да Хорошо Стрелочка на карте нарисована Очень хотелось бы Чтобы после сегодняшнего эфира Планов у вас стало больше И по городам И собственно и по весам Отличная группа С отличными музыкантами Отличными воодушевляющими текстами Приезжайте в Нижний Новгород Пишет Жек Были мы в Нижнем Новгороде Отличный город А были уже Да Приезжали как-то мы с концертом Отличный город Очень нам понравился Ну когда опять-таки Люди просят приезжать музыкантов В те или иные города Я всякий раз Пытаюсь Людей вразуметь Но не сами по себе Они туда едут Ну как бы да И стучатся в двери клубов И должны позвать оттуда Если вы хотите Чтобы они приехали к вам в город Создайте для этого Нужные условия Ходите периодически Толпой К К директорам клубов Например К арт-директорам И требуйте Чтобы ту или иную группу позвали Ну да-да-да Тогда глядишь А это случится Так Ребят Давайте в Перм Если вдруг пригласят Пишет Дмитрий Филимонович Но если пригласят Я думаю отказываться они не станут Нет конечно Было бы глупо СМСочки почитаем 46-47 Кстати напомню Это короткий номер Даших СМСок Пишите свои пробелы Дальше Все что хотели бы адресовать коллективу Спасибо за чудесные песни Празднуете ли вы Пасху? Ну Я не знаю Я за себя могу сказать Я праздную А остальные ребята Тоже кивают Говорят праздную Ну Пасха это вкусно Какие оригинальные подарки Дарите группе И что больше всего А дарили группе И что больше всего запомнилось Спрашивает Марго Дарили разное Но Самый оригинальный подарок Их два Из всех Вот дарили разное Подарки всегда Это очень приятно Наша знакомая Аня Радченко Вот Замечательный фотограф Вот Которая сейчас Вот к сожалению Ну или к счастью Уехала из России Живет она теперь В Британии Как-то подарила нам На концерте Подарила мне Такой кожаный Длинный хлыст Вот Этот подарок Очень запомнился Не раз применялся И в общем Было здорово И весело И второй подарок Который Забавный подарок Да Я Знаешь тоже подумал Сказал я Переглядываясь Девчонками и глазами Взглядами Забавный подарок Вот И второй Анюте Лисиченко Большое спасибо В этом году Она к нам пришла На концерт И принесла нам Скульптурное изображение Группы Дом ветров Вот Где были все похожи Мы стояли там На сцене Вот Сделанное из То ли пластики То ли Ну какого-то Твердого материала Она лепит Рисует Вот И в общем Было круто На самом деле Очень даже такие Маленькие куклы Вуду Круто Слушайте Вот следующая песня Которая будет у вас По плану Она по хронометражу Ну хотя бы Приблизительно Сколько Что вы не знаете Продолжительность песен Нет Четыре минуты Пять минуты Ну около четырех Да где-то Четыре Ну тогда мы еще Потрясим Потому что очень хочется Закончить час песней После чего мы идем На паузу Сергей Малявин пишет Вот что Приветствую всех Сегодня мое первое Знакомство с группой Сначала не понравилось Но с каждой Последующей песней Цепляет все больше Главное у ребят Есть своя фишка Делающих Делающих Непохожими Да я считаю Что это очень важно Непохожими на других Вряд ли я стану их фанатом Но иногда буду слушать С большим интересом Алена Петрова Ребята большое спасибо За этот вечер Первый раз слышу группу Вы очень классные Буду слушать вас чаще Хотим теперь Приехать на ваш концерт Приезжайте Приезжайте Двадцать пятого Числа Но концерт двадцать шестого Но они хотят приехать На генеральный Можете конечно Да Хотят приехать двадцать пятого Заранее Чтобы никак не опоздать Аленушка Двадцать шестого Числа у них в концерте Вы можете приехать Двадцать пятого Конечно потусить Там глядишь И хорошо даже будет Но лучше двадцать шестого Потому что именно двадцать шестого Там ребята-то будут петь Двадцать пятого Их там не будет Так Здравствуйте дорогие Дом Ветров Я люблю вашу группу И являюсь вашей Большой поклонницей Ника Беляева А являюсь Большой поклонницей Ника Беляева Я слышал что песня Китобой посвящена Именно ему А расскажите почему Надеюсь вы ее исполните сегодня Хорошо Давайте мы об этом расскажем Уже в начале следующего часа А сейчас пока споем Что у вас там по плану На данный момент Как раз песня для тобой Отлично представили песню Так собственно часто бывает Ну что Как всегда живой звук Программа живые Здесь сегодня Дом Ветров Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Отвага храбрым Удачливым слава Смотря кому повезет Китобою одна награда Король морей Кошелок Из глубины он идет Лишь погибель Но рука Гарпунера верна Не передать Самопу надо Видеть Как убивают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я поймал DimaTorzok Мой гарпун Натянут яростью огня Парусь войм А ветер Мы летим Стрелой Нам без твоей смерти Не пути домой Двенадцать смелых делают тела Гарпун в китовой спине Его огромное мощное тело Кровавой бьется в воде Судьба злодейка в борьбе за жизнь Фонтан из грязчихся брызг И кашелот взлетел над водой А короба людей Вис Сохрани нас море Я поймал тебя Мой гарпун Натянут яростью огня Парусь войм А ветер мы летим Стрелой Нам без твоей смерти Не пути домой Деревья к свету Рука за монету Любой живущий за жизнь И смутно слышал Как кричали свильбота Эй, гарпунер, держись! Хозяин вода Оказался проводим Но двоя Муля синий И чаша лицов Повернулась в сторону Смелых и сильных людей Сохрани нас море Я поймал тебя Мой гарпун Натянут яростью огня Парус пойман Ветер мы летим Стрелой Нам без твоей смерти Нет пути домой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой, но он закончился Давайте продолжим Прежде чем вы споете Следующее произведение Потому что все-таки пауза была И хотелось бы вашей музыке поболее Прочитаю вот в чате На планете Любопытное сообщение Поцелуйте басиста в уста сахарные Пишет Михаил Самохвалов Миша, ты зайка Какие у вас Какие у вас милые отношения Радуете, я бы так сказал Значит, еще было что-то, что хотел Зачитать, прежде чем вы споете А вот что Это СМС На 4647 Вы их подсылаете 4647 Свои пробелы Дальше Все, что хотели бы сказать Большой привет Дому ветров С нетерпением ждала Когда начнется эфир Безумно рада услышать вас В прямом эфире Сижу и улыбка с лица не сходит Молодцы Очень жду концерта Марина Додонова пишет Приходи, Марин Очень будем рады тебя видеть Ну и вопросец Который задан кем-то Правда, нет подписи Не знаю, кто это Часто ли вы бываете на радио И что для вас участие в живых? Для нас участие в живых Это, ну Мы очень большие надежды возлагаем Во-первых Во-вторых Да, мы очень рады И На радио это наше первое такое Ну то есть у нас был Был еще один эфир Ну я имею ввиду московское радио Как бы о себе в московских радиостанциях говорить Мы были в программе Рок-прицел Вот Но это было лет, наверное Восемь назад То есть очень давно Практически 10 Только-только начался Творческий путь команды Вот И мы участвовали в программе Рок-прицел Это наш второй такой эфир На московском радио Вот Спасибо большое, Семен За приглашение Вот Очень здорово Как бы Это Юля Вот Это к Юле Спасибо Это она занимается Приглашением артистов Я в это не лезу Это тот самый случай Когда доверяю полностью Ну подними глазки Посмотри на меня Ну посмотри на меня Спасибо большое Надо петь Что это будет? Композиция, глубина Совсем не пиратская тематика В творчестве группы Дом ветров Песня написана И посвящена Собственно Летчикам-североморцам Которые бились За нашу родину Во время Великой Отечественной войны Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Дом ветров Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не отпускай руки В ветре мое дыханье Памятью скованы сны Ответами станет молчанье Жизнь с борота Розой ветров Свободным полет Лишь награда Но только годы Как шрамы Абордажных боем А больше ничего И не надо Огнёк будет Прерван полёт А внизу Холодное море Винты поломает от лёд Вода унесёт Твоё горе Пой мне Рука к руке Там, где нет Света из мне Где опорой Я крыльев вода Надо мною Соткнётся Твоя глубина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин И знакомим вас с их творчеством Если вы не знали до сих пор этот коллектив С удовольствием и радостью Вот Вероника Качалкина Вот что спрашивает Дмитрий Говорят, вы совершили экспедицию в Трансильванию Появится ли в вашем репертуаре песни про вампиров? Ну, я думаю, что Дело в том, что вообще музыка, творчество Как бы, да, и песни в том числе Это какой-то процесс совершенно неконтролируемый И поэтому Я не знаю Я надеюсь Может, да, может, нет Кто знает Но экспедиция была зачётная Что за экспедиция? Дело в том, что В какой-то момент С замечательной Вероникой Качалкиной Которая пишет этот вопрос Большой привет тебе, Вероника Очень тебя любим Вот Мы решили, что Надо что-то менять Здесь нельзя оставаться Вот И отправились Ткнув пальцем в карту В Румынию Поехали Провели там около недели Прекрасная была поездка Конец осени То есть Золотая осень Это Карпаты Прекрасная страна Удивительная, волшебная Очень красивая Вот И посетили в том числе И мы и замок Графа Дракулы Вот Который на самом деле Находится не там Где обычно это пишется В туристических Путеводителях Вот И Было очень здорово Было очень красиво Волшебно Великолепно И было много там стихов написано Но станут ли они песнями Я не знаю Слушай, а вот Если, допустим Ты в карту ткнул бы И попал бы не в Румынию К примеру А куда-нибудь в другое место Поехали бы С удовольствием На самом деле Я вообще путешествовать люблю А если бы это была Африка Я хотел Вот хотел Честно скажу Но Я этим летом просто путешествовал Вот Проехал на мотоске От Москвы До Атлантического океана То есть ехал пока не уперся Вот И хотел поехать в Африку Как бы Но меня остановила Вот это как раз Эпидемия Эбола Которая там вспыхнула Вот И в Европе На самом деле Очень серьезные были На тот момент Такие Ну люди действительно Боялись Это чувствовалось Вот То есть это было серьезно В особенности Франция Куда очень много Прибывает Ну Выходцев Скажем так Там же недалеко совсем Вот И Конечно То есть Вот это меня остановило А так Ну бог даст Может быть Я еще и буду Буду Кто знает Так Господа Пишет Александр Скремитов Ни разу не свидетельствовал Какой изящный слог Не свидетельствовал Ни разу не свидетельствовал О исполнении Единорога на концертах С чем это связано Это связано Мы не помним Как ее играть Да Да Дело в том Что песни Единорог Вообще Не планировалось К изданию Ни под какими Вариантами Но Не хватало песни На альбом И нужно было Срочно что-то придумать А поскольку Пластинка уже была В записи Пришлось Быстро на коленке А этот текст Я его откопал Мне было Наверное лет Не соврать 13 или 14 То есть Ну очень Такой древний Можно я добавлю Музыканты Группы Дома Ветров Услышали этот текст На альбоме А То есть вы играли Даже не знаешь Нет Они просто не слышали Потому что обычно Ну на чудовищной громкости Все происходит Поэтому никто не задавался Целью Мне кажется Еще с этой песней Всегда была беда Какая-то Начиная от музыки Рабочее название У него было Попса А текст Когда все услышали Ну Были вопросы К Дмитрию Что он делал В этот момент В свои 13 лет Ну то сегодня Вы ее Не планируете Не планируем Не знаю Сегодня мы ее не планируем Сегодня точно нет Сегодня Заинтриговали просто Мне даже Может быть Сыграем на концерте 26 апреля Кстати В клубе Театр На Старый Басманный Приходите 10 лет группе Дом Ветров Скорее всего На 20-летие Группа Дом Ветров То есть Еще лет 10 Подождать Придется Об этом Нет уж Надо наверное На этом На ближайшем Это сделать Потому что Заинтриговали Не только меня Вот Антон Булаев Давайте мы это сделаем Быстренько Просто не первый раз Он об этом спрашивает Вопрос ко всей группе Кто какой стиль музыки Слушает в повседневной жизни Слушаете ли вы Свои песни Когда едете на работу Или просто в свободное время Пусть ответят все Давайте По очереди Какую музыку В принципе Предпочитаете слушать Слушаете ли свою Так А че я сразу Оль Ну ты ближе К микрофону давай Ну Я слушаю музыку Вообще абсолютно разную Это начиная От попсы И заканчивая роком То есть Ну Вообще не ограничивая В этом плане себя Что Оля слушает Ну Не молчи лучше Ну расскажи 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 Не На самом деле Она про правду говорит У нее Все время Когда Оля просто часто ездит Со мной в машине Он это слушает тоже Подборка одна и та же Но действительно Музыка разная От хард-рока До Натальи Аррейры Ну Создал Хорошо Ясно Свою музыку Да Бывало слушала Но Поскольку я и так часто Грешна 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 этим Поскольку я и так Ее часто слушаю На репетициях То как-то уже Приедается что ли Вот как раз Хотел сказать Мне кажется Что Ну По крайней мере На моей памяти Ни один музыкант Никогда не слушает Вот так просто Ну Когда едет Свою музыку По причине того Что пока ты ее создаешь Пока ты ее пишешь Столько раз послушал Что уже когда финально Тебе даже уже не интересно Ну ладно А что ты уже Раз и микрофон Уже Давай Что ты слушаешь Да тут Чем Чем дольше Занимаешься музыкой И в этом деле Профессионально Тем больше понимаешь Что В каждом стиле Есть что-то свое И Я думаю Что Ребята тоже Подтвердят Что Любой музыкант Музыкант Профессиональный Он слушает Очень много Разных стилей Я даже не могу Что-то сказать Там арт-хард-рока Металла До реально Современной Там Марун-файв Там и современные попсы Там даже Агилера Что-то Все Ясно Понял Поехали дальше Сергей Я басист Это ответ Этим все Скажем Меня же не все видят Ну в общем Я абсолютно согласен С Толей У меня абсолютно Такая же позиция И слушаю Абсолютно разную музыку А что касаемо Своей музыки Здесь Ну да Примерно такая же фигня Правда бывает иногда На каких-нибудь вечеринках Когда там пьяный И ты думаешь Вот смотри Какую песню записали Вот тогда я ее слушаю И прям наслаждаюсь А так вообще Не очень Тань давай К микрофону Уж вышел Давай рассказывай Ну я не буду оригинальной Я тоже слушаю Разноплановую музыку От тяжелой До классической Люблю и духовную музыку Можно я скажу Извините что влезаю Просто Таня была даже Замечена один раз Ну насколько я Если я ничего не путаю По-моему ты даже Играла в симфо-блэк группе Я начинала именно В симфо-блэк группе Вот поэтому люблю И вот я уже сказала Очень тяжелую Но сейчас Больше наверное Предпочитаю Я уже сказала Духовную музыку Классическую музыку Народную Фолк Ну и рок Конечно свою музыку Слушаю Слушаю Да По-моему единственный Человек в Каликеле Который Исходя из того Что ребята уже Так для нее и пишем Спасибо Исходя из того Что сказали ребята Так Дальше Дальше Ник Ну что сказать Музыку я люблю Разноплановую Особенно С годами Так сказать Кругозор еще больше Расширился И обожаю все От классического Кругозор и сознание Блюза Да Блюза Джаза Классического рока Современного Там металла Рокопопса Также поп музыки Ну западной естественно Вот Могу ехать в машине Послушать Битлз Сразу слепнот поставить После И ничего тебя не ломает Нет Абсолютно И машина по этому поводу Тебе претензий не предъявляет Нет Или джазочек Потом включить А свою музыку Ну Слушаю иногда Когда там в гости Друзья придут А включи Те кто не знают Например Да Или А в машине Если Это когда вот Пластинку только записали И ты свежим взглядом Не тогда уже Уши замылены То есть на студии Ты сидишь Все это вот там Сводили Потом мастеринг Опять приехал Слушаешь Свежак Прошло там пару недель Ты поставил Один раз послушал И убрал все И забыл И забыл Понятно Главное ноту не забыть Дим Ну что ты У меня примерно Такая же картина На самом деле Но Я например И русскую музыку слушаю И нерусскую Вот И из последних Что меня Больше всего Поразило Именно поразило Это вряд ли Как-то отразится В нашем творчестве Но вот Не могу не сказать Просто об этом В Сербии В горах Стоит монастырь И там есть хор Как-то Потрясающее Записано Потрясающие голоса И вот Это действительно То что меня Именно поразило Это Не совсем попадает В разряд Такой Стандартного Понимания Музыки Как бы Но просто То как Это сделано С музыкальной точки зрения Я был поражен Вот А так Очень разную Тоже на самом деле И металл И как бы Ну джаз Я не люблю Честно скажу Я его даже не люблю Я его не понимаю Наверное В силу Может быть Своего какого-то Восприятия Ведь в итоге Дело Музыка Любая Там даже У известных людей Она оценивается В итоге Дело Мне нравится Или мне не нравится То есть И тут Такой момент Поэтому Ну да Ну ясно Давайте так Народ требует Переклички Вот уже кричат В голос Давайте народную Забаву в студию Пока будет звучать Следующая песня Ко всем обращаюсь Сейчас С слушающим эфир Напишите город Из которого Вы слушаете Сегодня программу И группу Дом Ветров А после песни Я ребятам зачитаю Они поймут Какова география эфира Сегодня Какой у них концерт На какую аудиторию Между прочим Как называется Следующая песня Следующая композиция Легендарная На самом деле В творчестве группы Дом Ветров Называется она Кошка и дракон Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Дом Ветров Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Она всегда Субтитры создавал DimaTorzok Ветер Как дракон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дом Ветров Дом Ветров Дом Ветров Дом Ветров Дом Ветров Дом Ветров Дом Ветер Субтитры создавал DimaTorzok Как вам географию? Хотели бы узнать? Конечно Ладненько, читаю Я постараюсь по-быстрому Все, не знаю, успею или нет, но так пробежаться Иваново, Сочи, Ижевск, Великие Луки Харьков, Минск, Муром, Несентуки Монреаль, Брест, Красноярск Енакиево, Красноармейск Это все Украина, вот Енакиево, Красноармейск Тула, Новый Орлеан Причем это реально, это не шутка Хабаров, Серпухов, Пермь, Нефтьюганск Добрянка, Ужгород Тоже Украина Барнаул, это Алтайский край Сыктывкар Екатеринбург, Петропавловск, Казахстанский Владимир, Великие Луки Псковской области Тула, Ижевск, Нижний Новгород Нефтьюганск Хмау Ханты-Мансийский, автономный Семипалатинск, Казахстан Плюс два поклонника Так и написал Восторженный весенний Архангельск Так написано От Юлиусовой Кострома Ухта, Щучья, Курганская область Пестова, Новгородская Китова, Курганская Ижевск, Чайковский, Серпухов Клин, Московская область Комрат, Молдова Лондон, Минск Нагатинский, Затон Москва Барнаул Казахстан, Астана Ленин, Кузнецкий Это Кузбасс Ачинск, Красноярский край Котэк там строили в свое время Знаю город Ачинск В первый раз вижу сегодня Сергей Денисов из Ачинска Большой еще привет У меня отец там был Главрежем Ачинского драматического театра Жил я в этом регионе Минус 53 градуса Это норма Зимой, как вам там В Ачинске Тосно Серпухов Северск Ярославль Москва, Питер Мы не учитываем Понятно, что я даже не прошу их писать Потому что это очень много Екатеринбург Караганда Балашов Саратовская Тихвин Слушаю эфир с офигенным удовольствием Пишет Максим Медбальский Омск Орел Ливингстон Нью-Джерси USA Серпухов Тула Опять Денвер Колорадо Город Владимир Улица Ставровская А что ж вы не пишете Дом и квартиру Так дальше Перейдите Киров Ульяновск Нижний Новгород Хабаровск Буйко Страмская область Ты что-то мне еще написала там что ли Эрфурт Это Германия Ну Чтобы теперь вы Что напугались там Это нормально Толик что-то хотел сказать Можно тур уже построить Пытайтесь Пытайтесь В Америку перейдите Я всегда Всегда когда меня спрашивают Там Почему не ФМ Почему Интернет Я отвечаю На ФМ и так невозможно То есть невозможно добиться Такого широкого Спектра Такой огромной географии Просто нереальная Уфа Вот появилась Истра По пути Через Красногорск Да Ну Надеюсь вас Это не напугало Только порадовало Конечно Очень бы хотелось На это рассчитывать И в дальнейшем Вы должны понимать Что география ваша Может быть очень серьезной В камеру справа Пишет Антон Булаев Камера справа От кого Антон У нас только четыре В какую из камер Она должна смотреть Я сам не понимаю Сейчас Как ее направить Справа от себя Вероятно в эту Ну не знаю Юля это четвертая Так что имею ввиду Да Надо чтобы Ты ее так подпихивай Там рядом Справа от кого Справа Если первая В эту Ну в первую тогда В общем Как только она отвернется Ты ее подпихивай Пускай туда смазать Люди хотят видеть в лицо Это не дом ветров А дом ураганов Пишет Кирилл Чернауз Ну что Надо пить дальше Что это будет Следующая композиция Называется Вода С первой пластинки Как всегда Живой звук в программе Живые Здесь сегодня Ураганный дом Ветров Но это уж так я Не от себя Это не мой копирайт Поехали Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нету начала и нету конца Да будет так Там, куда приходит вода Я не паранойк Я просто игрок Пусть даже стоя по коленам в воде Я запускаю воду А ты струишься в мою сторону Не важно зачем Коль-нибудь в сосухе То за светлами будет проблем Был ли ты виски Или водой Какая разница Если ты рядом со мной На колено в воде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Басист как с ума сошел Жаль Пишет Сергей Сергеев Кстати, Толик А у тебя там кардан что ли стоит? Сергею Сергееву, кстати, огромный привет А, свои, опять свои Но это хорошо Своё радио вместо встречи своих людей Я просто не заметил, что стоял кардан Как он, думаю, на одной педали Может так вот Как нога ещё не свалилась Секрет, секрет Да, большой секрет Для маленькой такой компании Значит Есть ещё один вопрос в группе Каверзный Почему так мало клавиш в песне? Почему мало? Собственно Клавиш много В песнях мало Песни все разные И клавиши мы не используем Как бы, ну, синтезаторные звуки Мы используем в основном только Ну, то есть Звук пианино Да, как бы И поэтому Не везде Да, клавиши не везде Вы просто бережёте клавиш Она девушка хрупкая Вот лишний раз Чтобы не напрягалась Сидит на диванчике Отдыхает Хорошо себя чувствует А Денис Мальч пишет Китобой и Ник Мы так и не услышали Ответ Я думаю, что на этот ответ Лучше Ник Беляев ответит Сам Ник, ну что Песня Китобой Про тебя, что ли? Народ интересуется Не, не про меня Всё, ответ да Только коротко Лаконично ясно Ну, не знаю Вопрос о личном Безусловно Я обычно их игнорирую Давайте так Я прочитаю эту СМС-ку А вы сами решите Отвечать или не отвечать Пишет человек Без подписи, правда Была на ваших Ну, потому что Она ходит на концерты Поэтому я считаю Необходимо всё-таки зачитать Была на ваших концертах Видела, как Оле Сделали предложение Видела Диму С прекрасной брюнеткой Хорошо, когда люди счастливы А как обстоят дела С личной жизнью У других участников группы Если желания Отвечать на вопрос нет Мы сразу тему снимаем Ну, на то она и личная Окей Ответ дан Эта группа была для меня открытием Стильно, качественно С первых аккордов держат С нетерпением жду их концерта 26-го И к чёрту Все мои съёмки в этот день Ребята Приеду к вам заряжаться энергетикой Мила Рыжий хвост Мила, привет Да, Мила, привет Очень ждём тебя Мы, кажется, говорили о ней сегодня Нет? Нет Или это не она фотограф была? Нет, это была Аня Там Аня была Там Аня была Просто, судя по всему, тут тоже Есть вещь о съёмках Значит, вероятно, всё Большое спасибо, Мил, за отличные фотографии Просто восторг Вот Ещё раз напомню 26-е число 26-го апреля Всех приглашаем Десятилетие группы Дом Ветров Большой концерт Юбилейный Москва Старая Басманная улица Клуб-театр Всех ждём Начало всеми Константин Паук пишет Вот что Тот редкий случай Когда даже никаких сравнений в голову Не приходит Но я сразу с самого начала сказал Что эту группу сравнивать не с кем У них совершенно свой Индивидуальный Личный стиль И никоим образом Здесь Не к чему, мне кажется Даже пытаться их Подстраивать У нас очень любят Иной раз с кем-то сравнивать Так бывает У нас вообще люди любят сравнивать Да, так бывает Я не знаю Почему мне никогда сравнения В голову не приходили Мне, допустим Люди пишут Что там они там Похожи на того На того Я прислушиваюсь Думаю Господи, чем? У людей почему-то Как-то, да Есть ощущения такие А здесь Никто Ещё ни разу Не попытался Вас с кем-то сравнивать Уже хорошо Андрей Демян пишет Я трансляцию Тут глянул Солист с дредами Почему не реги? А чтобы никто Не догадался Помните операцию И А почему если с дредами То должен быть реги Обязательно Кстати, у нас однажды Микрофон Давай Да У нас был В истории группы Единственный Акустический концерт Когда мы Переложили все Аранжировки На акустический манер Так сказать И у нас есть Такая песенка Но мы сегодня Её здесь не исполняем Она такая Под влиянием Слэйра Рив Рив был написан Ну и в таком духе Вещь Мы её сыграли в реги Так что реги было А слушайте А вот так сейчас В качестве Маленького эксперимента Не могли бы вы Что-нибудь Сразу так В стиле реги Мы очень любим Такие штуки А чего? Даже если где-то Что-то косяк пойдёт Не страшно Это не страшно Ну давайте Покажете нам что-нибудь Я думаю Что этим вы порадуете И поклонников И тех Кто только-только становится Вашей аудиторией В стиле Налейте наёмника Полные чаши Им завтра снова поход Привыкшись сражаться Не жнёт И не пашет И не хватает Забот Он щедро зулил Этот божь Теноземный Купивший Наши мечи Он греб Выдавал Нерушимые Гремня Сильнее Чем Сот Залучи Сказал он Что скоро Под крики вороньи Взобьётся Острел Хоровод И город нам Спалится Прямо В ладони Как спелый Выстревший Плот Мы там по трактирам Отглохнем Островницу Станем От грабежей И смело Утешим Белогрудных Красавиц Оставшихся Без мужей Когда перед нами Ворота раскрыли Мы ждали Вынесут ключ Но копья взлетели Из облака Были Как молнии И за ночь Снялись на небе Весёлые боги Кровавой Теша Сигрой Мы все Полегли Не дождавшись Под ноги Но каждый Палка Герой Давно не держали Мы труса Смотря Где на том Зелёном лугу Из нас Ни один Не просила Пощаде Никто Не сдался Врагу Другие Утешили Вдов Белогрудных Собрали В мешки Казну А мы За воротами Сном Беспробудным Которую Спим Весну Жестокую Мудрость Подобную Нашей Постигнут Свой Смертный Час Так Налейте Наемникам Полные Чаши Пусть Выпьют В память О нас Мудрость Ай, браво! Это не просто неожиданно. Я вижу, я читаю, даже ваши поклонники слегка остолбенили от такой версии наемников. Но если вы смотрите трансляцию, вы сами наблюдали. Но я сейчас с таким, я бы сказал, не то чтобы у меня был трепет, когда я смотрел на то, что они делают. Мало того, что они играют не совсем свойственную для себя историю, да, регги такой эксперимент. Это была чистая импровизация, как я понимаю. Чистейшая импровизация. Но походу я наблюдал за Сергеем басистом, который показывал, и Толику показывал, и Нику показывал какие-то жесты. Я думаю, что он хочет от них. В итоге они поняли, чего он хочет. И закончили они эту растаманскую историю нормальным, совершенно тем звуком, который, собственно, в песне есть. Да, мы просто хотели, как раз, вот я хотел Диме сказать, что зря ты тут подключал гитару, потому что мы ее должны были сыграть в обычном режиме. Как раз такой, вот, а тут, поскольку пошел регги, я говорю, давай тогда уж всем кричал. Я говорю о том, что у вас понимание, взаимопонимание в коллективе совершенно роскошное. Ну вот да, с пятого. Ты знаешь, многие из пятнадцатого бы не поняли, что ты от них хочешь. Я по твоим жестам, ну давай, что можно понять по этим жестам. Но он-то понял, и Толик понял, и Ник понял. И они закончили это все так, как должны были, здорово. Это было очень круто, реально. И я тут смотрю просто на те всплески. Версия «Огонь», пишет Павел Критяков. Мы просто обязаны записать альбом в стиле регги, пишет Александр Рыжов. Это такое переосмысление песни. Записывание альбома в стиле регги может быть незаконным. Ну, а это смотря как записывать, ты же понимаешь. Значит, большое спасибо от меня. Плиз, передайте «Хочу эту песню на свадьбе», пишет Антон Булаев. Это что за история такая? Ну, рассказывай уже. На самом деле, Антон Булаев — это мой будущий муж. Вот поэтому он хочет эту песню. Вот поэтому он хочет эту песню на свадьбе. Нет, Антон, что ее не будет наслаждать. Дай мне отдохнуть нормально. Антон, дорого, Антон, скажи. За пятом метров дорого. Дорого. Антон, я тебя предупредить хочу, дорогой мой, если ты пока еще не женился, но собираешься, если женщина даже на этом этапе умеет сказать «тебе нет». Это я так от себя. Значит, никоим образом ничего не хочу сказать больше. Анна Петрова пишет «Привет, свои слушаю, к сожалению, не сначала, но за три песни поняла, что нашла группу, которой мне не хватало. Часто посещали мысли, эх, объединить бы мельницу, пилота и еще куча всего вышло бы необычно, и что и то, что нужно. Вот же они, Дом Ветров, такие непохожие, и то, что нужно. Спасибо, очень круто. Кто-то нашел группу, а я нашла уже, по-моему, двоих или троих однофамильцев в этом чате. Аня Петрова, да, куда деваться. Вот это фамилия редкая просто. Да, вот я и удивилась. Я думаю, что Булаева будет реже встречаться на просторах. Ольга Булаева. Значит, у нас шестого свадьба, пишет Антон. У меня поздно, оказывается, оказываться, у меня поздно, а, отказываться поздно, да? Но я ее люблю, пишет Антон. То есть не откажешься. Мы тоже любим ее. Сим Фарыгин, ну, крутые нет слов, Максим Нидбалин. Ну, в общем, вы потом почитаете все это, вы же сможете потом все это перечитать. Я думаю, что это не лишним будет для вас для того, чтобы понять, что вы сегодня абсолютно не зря сюда пришли, и абсолютно не зря показываете свою музыку тем, кто ее пока не знает. Даже те, кто знает ваше творчество, они и то находятся в некотором, так мне кажется, смятении. Сейчас бы спеть что-то еще бы. Нормальное. Да. Следующая композиция — «Крылья». Как всегда, живой звук в программе «Живые». И эксперименты мы приветствуем. И сегодня, ну, просто праздник какой-то. Дом Ветров. Встречайте. А куда Оля пошла? У тебя свадьба шестого. Подожди, куда ты пошла? Рано еще? Мы еще не закончили. Что ты говоришь? Будет петь сейчас. Она еще и поет. Ладно, я промолчу. Никаких комментариев. Давайте послушаем. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два крыла поднимут в облака тебя выше гор С палящим солнцем, словно птица в денег сотканная Из огня несешься вдаль над грозовым фронтом Ладони вверх, позови меня Перечеркни мою жизнь горизонтом Бесконечное небо Как музыка снов Край, где ты еще не был Стремительный век облаков Голос твой теперь везет Свободный ветер Волшебством полета Огни был птиц Ты свободен, словно ты один на свете ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мир твой взкоман сетью проводов Жизнь городов, коридоры и улиц Только ветру нет преград и нет оков Делая шаг, мы от крыш оттолкнулись Тайна взлетом ладонях Тебя ждут вдаль Огниные кони И воздушные корабли Голос твой теперь везет Свободный ветер Волшебством полета Огни был птиц Ты свободен, словно ты один на свете Дробы воздуха Из мать грани ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голос твой теперь везет Свободный ветер Волшебством полета Огни был птиц Ты свободен, словно ты один на свете Дробы воздуха Из мать грани Я понимаю, почему он в тебя влюбился-то, между прочим Умница-красавица на скрипке играет, поет И, в общем, с характером девочка Круто Будем надеяться, что у вас будет крепкая семья Ты... Я тоже на это очень надеюсь Да, не обращай внимания на мои реплики Это я так У нас осталось совсем немножко времени И одна песня, насколько я понимаю, у вас еще Поэтому сейчас как-то на разговор-то его не остается уже Только петь и прощаться, к сожалению Я в качестве анонса сообщаю, что завтра В программе «Живые» Nobody One Это самарский проект Сергея Табачникова Замечательный непоющий коллектив Играющий заскошную, на мой взгляд, гитарную музыку В общем, завтра тоже будет громко и шумно А 11-го числа, это суббота, внеурочное время для нас Но это не программа «Живые», подчеркиваю Это трехчасовой концерт в поддержку больных детей А и в доброе сердце Мы поддерживаем эту акцию Поэтому 11-го числа в субботу с 6 до 9 вечера Три коллектива Здесь в студии своего радио появится «Черный кофе» Артур Беркут, мураками И живьем сыграют свои программы Опять же, в поддержку этого благотворительной акции Которой мы пытаемся также помогать больным детям И вам рекомендуем присоединиться к нам 11-го числа Ну что, чем закончите? Закончим композиции «Было или не было» Добрая сказка для вас Спасибо, ребятки, за то, что вы были здесь За то, что вы к нам приехали За то, что вы делаете офигенную музыку За то, что вы чертовски талантливы Будем следить за вами внимательно Ждем ваших новых песен В ротации вы появитесь в ближайшее время Это я гарантирую Потому что эти песни должны слышать в постоянном режиме Слушающие радиостанцию граждане Большое спасибо вам Будьте здоровы Это вам Большое спасибо Это вам спасибо Все, всем пока, до завтра Погнали, до метров заканчивается ее программа сегодня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было или не было Уже не вернуться по дороге назад Ты сидела или верила Вредно стоял и дебула Амурат Одна дорога, много путей Возможно, к ночи ты станешь сильней Было или не было Было или не было Не веря в обещания Пустые слова, как мир за окном Ты распыдывал сострадание Возвращай тебя в родительский дом На перекрестке не строят домов На грязной земле не сожжают цветов Было или не было Было или не было Блуждал по свету ты десять лет Видел горы, реки и небеса Но ни там, ни тут не кончался свет Свет считал, что кончаться нельзя Другую сторону желая узнать Зарыл Иисуса, что сумел повидать Было или не было Было или не было Эй, 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 эй ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА